Офшорные деньги через панамский скандал. Когда Великобритания это поняла, она поняла, что ей нужна своя валютная зона, потому что ее раскулачивают что Евросоюз, что Американцы. И они решили сколотить валютную зону, где будет много людей, ну там сотни миллионов, может не 600 миллионов, но там 300-400, из арабских стран. И Тони Блэр в последние годы бегал по Ближнему Востоку и по арабским странам, сколачивал коалицию из них под руководством Великобритании. Вопрос. Как можно объединить арабские страны, каждый из которых? Это можно сделать одним единственным способом, предложив им какую-то сверхзадачу. Какая может быть у арабских стран сверхзадача? Ликвидация Израиля. А этой причиной Великобритания сегодня занимается чем? Объединяет арабов на почве свержения Израиля. Именно по этой причине не Таньяху зачастил Москву, потому что кроме нас их никто не спасет. Именно по этой же причине Великобритания так активно пинает Турцию в сторону России, потому что Турция – это альтернативный лидер арабского мира, ну, по крайней мере, части арабского мира. Руководству Египта, самой сильной арабской страны, этой идее не нравится. Поэтому Египет тоже в Москву зачастил. Ну, и так далее. О, то есть эта вот самая герой политика, она вся сегодня выстроена на вот этих вот инструментах, на этих вот линиях по выстраиванию валютной зоны. Это еще никто не понимает, но при этом, ну, мало кто понимает. Продолжение следует...